По данным Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края в этом году в нашем регионе введено в эксплуатацию более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. И это рекордный показатель за последние три года. Такой объем строительства жилья эксперты связывают со стабильной ситуацией на рынке ипотеки. Снижение ставки рефинансирования позволили банкам выдавать жилищный кредит от 11% годовых. Но это не привело к стабилизации всего рынка. В регистрационной палате фиксируют падение количества сделок. Если раньше мы говорили о том, что люди стали чаще покупать квартиры, то этот год существенное снижение практически на 20-30% снижение по приобретению жилья и особенно за счет заемных средств. Это единственное, с чем мы это можем связать. Это безусловно кризис, который имеется, ужесточение требований к предоставлению кредитов банками и собственно рост доллара. По мнению эксперта Союза строителей края Юрия Подопригоры, ситуация еще сложнее. Продажи жилья в риэлторских агентствах за год существенно просели. В этом состоянии, когда динамика сделок просила, пожалуй, процентов на 40, вот на рынке первичного, вторичного, в общем и целом, как бы процентов на 40 упал объем сделок. Некоторые говорят в два раза в этом году. Судя по всему, такая ситуация сохранится и, по крайней мере, в первом полугодии ближайшего года к гадалке не ходи. Будет ли это, приведет ли это к дальнейшему падению цен, такая вероятность есть, но, скорее всего, в пределах там нескольких процентов средней статистики. Естественно, что при большом предложении, но невысоком спросе падает цена. Эксперты считают, что сейчас рынок нащупал дно и в дальнейшем ожидаются лишь сезонные колебания стоимости жилья. Цена за год, если брать за целый год, снизилась в среднем на 15%. Количество жилья превышает предложение примерно в разы. По нашим данным, продается одна из 23 выставленных квартир, что и тянуло цену вниз. Почему я говорю, что ситуация благоприятная? Выбор для потенциальных покупателей, для семей, которые находятся в обмене, увеличивают, например, свою квартиру, на самом деле достаточно благоприятно. Цена снизилась, выбор огромен, ипотека доступна. Похожая тенденция и на рынке аренды квартир, но со своими нюансами. В целом стоимость упала на 10-15%. Но при этом отмечается, что, например, в центральном районе Красноярска цена почти не изменилась, а предложений больше не стало. А вот в районах новостроек наоборот. Инвесторы скупили там дома еще на стадии строительства, и сейчас предложение существенно превышает спрос. Отсюда и падение цен. Но и на этом рынке специалисты говорят о стабилизации ситуации. Андрей Стардым, Денис Тимошенко, Александр Яромошенко. Новости. 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 Продолжение следует...